Всем привет, с вами Фиксел, и мы продолжаем играть в группу под названием Зуба, и сегодня будем играть за прекрасную джейд. Да, сделал я ей сборочку немножечко на выживаемость, потому что, как я заметил, на урон на ней хватает, как минимум, да. Поэтому решил добавить выживаемости. Ну, давайте сегодня очень модненько оденем вот такой вот скин, самый первый скин на джейд, был панк джейд. Это когда ее добавили, прям с ней, и завезли этот скин. Скин можно бы, наверное, джейд усилить как-то. По атрибутам, в принципе. Тут что-нибудь можно бустануть, я думаю. Даже давайте, наверное, это сейчас сделаем. Блин, копье не хочется, это слишком много-много стоит копье. Ну, блин, есть граната, есть дробовик за 8000. Ай, душит, душит ситуация с тем, что хочется прокачать больше уровень, чем прокачать какой-нибудь там атрибут дополнительный и получить еще бонус. Да, немножко такая ситуация, ну да ладно. Это такая джейд, и отправляемся в бои. По мне там, кстати, сейчас очень все плохо. Ну, я думаю, разрабуют эту акцию с двойными монетами, сундуки, буду часто вводить. Им, видимо, нравится тот донат, который заходит с акции, скорее всего. Ну, я так предполагаю. Ну, и опять же, я бы на их месте все-таки сделал бы Х2 на постоянке, и потом бы Х3 там вводил. Ну, не Х3 именно, а уже от стандартного Х2, который, а не Х3. Ну, короче, просто сейчас бы удвоил монеты, я ставил бы так. А потом бы добавлял с каждым разом эти акции. И было бы норм. Но, что есть, то есть. Кстати, я там вижу ботиков. Никс убежал, да? Ну, это хорошо. Хорошо. Больше мне прикололит бот, который здесь стоит. Никс, конечно, дерзкий, да? Седьмого уровня. Это, кстати, не бот. Это был реальный... О, там хамелеон я видел. Который потянул аптечку. Кстати, Никс, видите? Не использует себя. Ну, не быкует на меня. Играет от дистанции. Молодец, молодец. Красавчик. Никс. Не лагает вообще, да? Выстрелы и все остальное. Вообще не лагает ни разу. Ну, да ладно. Че, у нас зона идет немножко направо? Не очень, не очень. Я же играю без ботинка, как-то, знаете, без анализ этого. Для меня это не самый лучший вариант. Но, в принципе, достаточно... Эм... Шо вы такое? Ай, да как же им... Не, посмотрите... Не, посмотрите, на эту дичь, а? Никуда Никс пропал. Я че-то не пойму. Почему кенгуру прыгал сюда? Че, блин, происходит? Я не понимаю. Ну, ладно. Сойдет и так. Ну, че-то как-то меня тогда вот кролик скип и с Никсом пробили очень сильно. Хотя по уровню не слабые. Домой. Видишь, какой дерзкий, а? Дерзкий кролик. Заберем капкан, пригодится, я думаю. Зона идет в центр. Ну, понимаю, че, да. Ну, если повезет, то будет вот здесь. Вот, все равно неудобно. Все равно неудобно. Ну, что есть, то есть, ладно. Придется отыгрывать через это. Ну, проблема, проблема у Джейд появляется. Особенно если дальников сейчас будет очень много. Будет, ну, серьезная проблема. Хоть я и могу контр-дальников с учет своей скорости, но... Это Джоу, если что, надамажил. Посмотрите, блин. Джоу ей надамажил. Алло! Че за бред? От шестого кенгуру так дамажит Джоу ей. Ну, это вообще забей. Ну, кстати, неплохо хилимся, да? Я считаю. Это я хилис, получается, от зубов вампира. Ну, я скажу, нормально, нормально. Мне нравится. Мне этого хватило, чтобы сейчас... Достаточно неплохо пожить. Так, подождем КД. Но скоро. И пойдем, наверное, на панду. Панда не очень приятный противник. Да в смысле? Откуда ты тут взялся? Ой, лишь бы... Видите, вот, хейтеры. Ну, точнее, не хейтеры. Неадекваты. Вот лишь бы залутать аптечку. Лишь бы залутать. Гене на панде. Конечно же. Кто же еще мог здесь быть? Так, там Брюс. Наверное, стенку залутай на все. Может пригодиться. Хотя... Где она-то может пригодиться, я не знаю. Ну... Смотрите, в зону убежит, да? Верите, верите? Просто больной. Просто больной. Ну, лишь бы в зону убежать, да? Зачем драться? Зачем? Весь... Всю игру посидел в этом кусте, нечастном. И убежал в зону. Гений. Гений. Обидно, обидно вот это вот все. То, что игроки так себя ведут. Как бы игра про драку, они сидят в кустах и убегают потом. В зону, чтобы там умереть, эта зона. Даже килл не могут дать, понимаете? Ну... Как такими можно быть, я не понимаю. Сложно. Сложно. Непонятно. Так, ну что, мы по кустам сейчас пробежимся, наверное. В идеале, конечно, еще пару топ-1 взять. Если не будет сильной разницы. Точнее, сильных противников по уровню. И не будет какой-то душнины. А душнина может быть. Почему? Потому что, ну, могут мне там 2 никса с души 10 уровня или один там какой-нибудь жесткий. Ну, короче, если адекватный противник попадется, будет очень тяжело. Но зона идет сюда. Поэтому я, в принципе, достаточно рад. Неплохо так получается. Пока что ничего легендарного не выпало. Ну, или, либо я это не заметил, как обычно. Ну, посмотрим, посмотрим. Главное, обращать внимание на вот этот вот чатик. О, убили бота как раз легендарного. Смотрим, что выпадет. Ну-ка, ну-ка. Ничего. Походу, там дерутся сейчас за бота. За лут. Давайте хотя бы копье получше золотаем. Может, что-то хорошее появится поближе. Так, ну и побежали. А то слишком долго на открытой местности находиться не очень. Хочется. Ммм, легендарный лук. Понимаю. С баком тяжко. Он не аптечку катнул. Если что, представляете, вот просто взял и катнул аптечку. Я ему вроде не катнул еще. А, нет, катнул. Ну, блин, слишком много урона. Он еще и с кофе играет. Ну, я тут сам зафейлил, сам. Если бы он в бочку не сел, я бы его убил. Да, блин, это вот эта фигня, вот эта пассивка бесполезная джейд. Это просто нечто. Как же она бесит. Когда она срабатывает, когда не нужно. Блин, еще и кинула куда не надо. Что ж так везет-то? Потому что здесь обычно лута нету. А ботов и противников очень много. И из-за этого тяжко отыгрывать вначале. Без кофе там, к примеру, или без какой-нибудь мобильности очень сильные персонажи. Но постараемся хотя бы стандартно залутать. И дальше уже играть от аптечки. Через бота. Который где-то здесь ходил. О! Смотрите, сейчас притянет. А, нет, он в инвиз ушел. Жить хочет, наверное. Так, еще одна аптечка лутаем. Сразу же лутаем аптечку. Если Генри быканет, мы его, конечно же... Может, сейчас его убить, а? Чтоб не быковал. Хотя он с ботинком играет. Там будет сложно убить такого. Тем более, он меня видит. Ну да, это проблема. Надо, короче, идти на лед. Нужно идти на лед и уже со льда играть себе спокойно. И будет все красиво. Итак, у нас Лев забрал легендарный дробовик. Запомним. Лутаемся. Да, в смысле? Ну, нажимайся ты... О, как вы, ребята, не представляете себе, как меня сейчас бомбит. От того, что у меня кнопка не нажималась. Он на меня еще отправляет? Серьезно? Ну, и, конечно, этот подлюк, он не все стрелял в меня в момент, когда я здесь был. То есть, он... Он не намеренно это делал. Он просто промахнулся по тонику, понимаете? Просто по тонику промахнулся и попал на меня. Бывает, бывает. Ай, ладно. Душно, душно. Бедная джейд. Как же ей хапочку не хватает? Это просто нечто. И урона самое странное, что не хватает из-за этой пассивки. Она мешает очень сильно. Но, это разработчики, да. Сделали ту штуку, которая мешает. Ну, хотя бы она полезная. Хотя бы иногда дамажит. Хотя бы. У других даже такого нет. Тут бедные тони, кстати. Ну, видите, он вроде бы и толстенький, и по урону хорош. Ну, у него нету пассивки, которые дамажат. У него есть какая-то пигня бесполезная, которая очень мало чего-то делает полезного. Там какой-то акулу еще бегает. Ну, вот видите, как оно работает. Дико бесполезно. Дико бредово. Ну, и, конечно, меня с двух сторон душат. Конечно! А как же могло быть по-другому, да? Не, не адекватно Краби будет меня душить. Ну, давай, иди сюда. Подуши меня. Я тебя сам подушу. И Лиззи пришло. А кто же еще мог прийти в этот момент, да? Кто же еще мог прийти в этот момент сюда? Действительно. А, обойдешься, Никс, обойдешься. Мне бы стенку еще успеть залутать, было бы хорошо. Что я сейчас, наверное, и сделаю. Ага, обойдешься, Крабик. Видишь, какой умный, типа, хуканет он у меня, понимаешь? Так, ну, что я могу сказать, ребята? Получилось удачно. В принципе, все отмонтил, все растащил. Красота прям получилась. Кстати, вот сколько снес Никс в 6-го уровнях своей гранаткой. Ну, а, это стандартная... А, нет, это бронзовая, ладно. Много это или мало? Ну, я думаю, нормально. Думаю, нормально. Может, я все-таки наговариваю лишний раз. Ладно, погнали. Кустик сюда. Никс там до сих пор кидает свою гранатку. Страшно ему, видимо. О, там лев с легендарным дровиком, получается, да? Да не может быть, что это четвертый уровень. Нет, это другой лев какой-то. Это не с легендарным дровиком. Так, залутали. И сразу меняем. Потому что... Не хочу я противника оставлять. Кстати, видите, стенок очень много. Это либо противники были такие, которые стенки раззывали. Либо кто-то использовал инструмент, скорее всего. Так, вижу противника по браку, к примеру. Ага, обойдешься. Видишь, какой умный. Так, ну, залетаем. На бобра, конечно же. И теперь с лиськой надо закончить, и все. Никс, кстати, аптечку залутал, и решил мне помочь. Деньги на Никси, однозначно. Он опять аптечку успел залутать, да? Смотрите, сейчас убьет меня. Кстати, видите, какой урон бешеный летит с Никса. Очень странно. Он меня одним выстрелом сносит одну четвертую КП. Седьмой Никс, да? Седьмой. Ну, как бы странно как-то для Никса сносить одну четвертую КП Джейд 13 уровня с одного устрела с лука, к примеру. Это слишком много. Или мне уже кажется. Ну, блин. Сколько КП у Джейд на 13 уровня? А ну-ка. 5800. Это он должен где-то по полторы тысячи бить. А ну-ка, давайте глянем, сколько... Мой Никс бьет с лука. Ну, к примеру, золотого, да? К примеру. И посмотрим, сколько будет бить... Ну, сколько бьет... Примерно на 7 уровне. 2100. То есть, седьмой уровень висит 14... То есть, 14 Никс... Как бы, ну, 14 имеет на 7 уровней больше. В два раза. А бьет всего лишь на полтысячи больше? Серьезно? Как-то звучит бредово, да? Не думаете? Вот и я так думаю, поэтому... Опять, наверное, все-таки подкрутка. Подкрутка в этой игре есть. Для низких уровней, как ни странно. Надеюсь, это ошибаюсь. Но слишком часто это случается, поэтому вот так вот. Ладно, ребятки, на этом закончим. Если видео вам понравилось, так как лайк и подписывайтесь. Сасывайте свои комментарии. Ждем, как говорится, обновку со змеей. И копим сундучки, потом пооткрываем. И надеюсь, что-нибудь интересное на змею выйдем. А на этом все. Не болейте, не встречайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok